Приветствую вас на самом канале. На сегодняшний день абсолютно все знают, что такое коронавирус. Даже если вы не хотите знать этого, даже если вы не хотите лишнего стресса не брать на себя, пытаетесь всячески избежать этой информации, это физически невозможно. Но посмотрите, включаешь телевизор, там коронавирус. Выходишь на улицу, а там коронавирус абсолютно везде. В магазине, в общественном транспорте, на остановке, да даже в парке. Только и слышишь, что говорят о коронавирусе. Ты включаешь интернет, а с любого ютуб-канала каждый блогер вещает о том, что такое коронавирус и что нам теперь с этим делать. Мы уже стали, как посмотришь видео, мы уже стали и политологами, там все понимаем, почему и как это происходит, и микробиологами даже, вот что самое интересное, а кто-то и то и другое. Вот, но и спешу я, как говорится, выполнить свой священный долг. Но я хочу поделиться не какими-то политическими аспектами или биологическими. Я бы хотел поговорить о том, как же не поддаваться панике. Как же, собственно, взять себя в руки и стараться не тревожиться, ну, по крайней мере, насколько это возможно. Потому что, как мы понимаем, тревога и паника ни к чему хорошему не приводят. Мы не можем адекватно принять взвешенное решение и совершаем ошибки. Да, к сожалению, паника есть, и это видно, она нарастает с каждым днем и говорит о том, что люди потихонечку теряют самообладание. А это печально, над этим нужно работать. Поэтому вот в этом видео я хотел бы поделиться некоторыми моментами. Смотрите, что нами движет в момент коронавируса, в момент паники? Почему люди паникуют? Потому что боятся. Боятся чего? Коронавируса? Не будет коронавируса, будет что-то другое, и мы будем этого бояться. Любая эпидемия, это будет вызывать панику. Потому что мы боимся смерти. Вот. Но, давайте подумаем. Все ли боятся коронавируса? Как вы думаете, в вашем окружении, возможно, кто-то, от кого вы знаете, есть люди, которые не боятся? Наверняка есть, правда? Есть человек, который скажет, а да ну его нафиг, что тут страшного? Умрешь, значит, умрешь. Заболеешь, значит, выздоровеешь и так далее. То есть, у него есть некий какой-то аргумент, которого он придерживается. И тем самым видно, что человек не паникует. Вот. А таким даже завидно иногда, правильно? Вот. Чем вы отличаетесь от него? Все верно. У вас более катастрофические прогнозы. Человек, который не тревожится, он как-то себе объясняет это, чтобы не тревожиться. Автоматически причем. А вы, чтобы тревожиться, тоже как-то себе это объясняете. Но ваш прогноз более печальный. У вас там целая катастрофа, потому что вашу тревогу, понимаете, если бы сам коронавирус вызывал тревогу и панику, то беспокоились и тревожились бы абсолютно все. Вирус, все, все сразу в панике. Но есть люди, которые не тревожатся, сохраняют самообладание. Что это значит? Это значит то, что не сам вирус или какая-то эпидемия вызывает страх и тревогу, а то, что мы об этом думаем. Правильно? Вот. И теперь, подходя к вам, мы должны понять, о чем думаете вы. Как правило, там будет следующее. А что если я заболею? Это же будет ужас, катастрофа, конец света. Я не выдержу. Там умру и так далее. Там стану каким-то инвалидом, не знаю, буду лежать там на искусственном поддержании жизни, да, что-нибудь такое. А этого ни в коем случае, раз уж это все так будет тяжело, нельзя допустить. И вот именно такое убеждение, катастрофическое, как раз и приводит вас в состояние в боеготовности и провоцируется тревога и страх. То есть, ваша тревога и страх, это способность, желание не допустить катастрофы. Но, как вы понимаете, она вам никак не помогает. Если вас, любого из вас спросить, вам помогает как-то паниковать, бояться, тревожиться по этому поводу? Вы скажете, конечно же нет, делает только хуже. Но при этом оставайтесь верными своим иррациональным убеждениям. То есть, понимаете, насколько характер у вас глубоко тревожный, что вы не оцениваете ситуацию. Теперь вопрос, что теперь надо с этим делать, если уж никак не помогает мне мое убеждение. И здесь, раз уж мы определили то, что не сам вирус является причиной тревоги, а то, что мы о вирусе думаем, и мы выявили то, что у вас более катастрофические, печальные прогнозы, значит, соответственно, нам нужно потеснить эти прогнозы, немножко их подкорректировать, чтобы человек мог сменить страх, там, тревогу на какую-то беспокойность. Не более того. То есть, потому что, как мы с вами понимаем, нельзя полностью стать таким непробиваемым. Мне на все плевать. Ну, конечно же, нет. Вы таким не являетесь по факту, и вряд ли вы в мгновение таким станете. Для этого нужно работать над собой ого-го. Вопрос, надо ли это. Вот. То есть, основная работа должна проводиться над тем, чтобы потеснить вот эти вот катастрофические прогнозы и немножко их ослабить. Ну, давайте подумаем, как это сделать. Смотрите, одна из ваших мыслей говорит нам о том, что со мной вот этого всего ни в коем случае не должно произойти. Скажите, пожалуйста, почему? Потому что вы этого не хотите? Вы не должны заболеть, потому что вы это не выдержите? Вы не должны заболеть, потому что это будет очень тяжело и так далее? По какому закону природы? Ведь, как мы с вами понимаем, заболеть может абсолютно любой человек. Даже если вы будете, не знаю, находиться и в маске, и в перчатках, и все что угодно. Вот. То есть, вы ни в коем случае от этого не застрахованы. Знаете почему? Потому что вы просто человек. То есть, по факту, любой человек может заболеть. И даже если вы будете в полном герметичном костюме, нет никакой гарантии, что когда вы его снимете, вы не заразитесь. Вот. То есть, нам нужно... Первое, что нужно сделать, нужно принять тот факт, что заболеть вы можете. И вся вот эта суета, ой, хоть бы не заболеть, хоть бы не заболеть. Это просто сумасшествие. По сути, это никак вам не поможет. Вот. То есть, мы принимаем тот факт. Все, вы можете заболеть. Что дальше? А катастрофические прогнозы говорят о том, что даже если я заболею, я же не вынесу. Это же будет сплошное мучение, это ужасно, это будет катастрофа. Но на самом деле, что здесь будет ужасного? Ну вот что? Да, вы можете заболеть. Да, любой из нас может заболеть. В чем здесь катастрофа? В том, что вы умрете, но, простите, а вероятность того, что вы умрете, очень мала. Понимаете? Тогда получается, вы как самурай. Если меч понадобится один раз в жизни, я должен носить его с собой. Так и тут. Если я могу умереть, хоть где-то и как-то, я должен постоянно быть на стреме. Но вот этой тревогой и этим напряжением вы даже не понимаете то, что это и создает почву для, собственно, гибели. Кто больше всех переживает, да, тот больше всех и сталкивается с проблемами. Потому что мы находимся в напряжении, мы не можем расслабиться. Если переживать, хоть бы никто сейчас не выскочил, не напал, споткнешься, разобьешь себе голову. Понимаете? Вот о чем я говорю. Поэтому в любом случае, в любом случае нужно признать тот факт, что ты можешь заболеть. Любой. Ты, я, он, она, не важно. Любой из нас может заболеть. Но так ли это страшно? Неужели вы сразу ляжете и будете умирать? Конечно же нет. А что вы будете делать? Вы будете лечиться. Вы, как биологический организм, вы в любом случае будете бороться за жизнь. Для этого вы будете применять какое-то симптоматическое лечение, да, применять какие-то препараты, какие-то методы оздоровления. Кстати, методы оздоровления пора бы применять и заблаговременно, и уже и сейчас. Не ждать того, когда вас прижмет. Вот. То есть вы будете в любом случае лечиться. И понимаете, это уже стратегия. Вырисовывается план решения проблемы. По сути, у вас мышление начинает поворачиваться в сторону решения проблемы, а не в сторону паники. Вот. И вы начинаете, признавая то, что я могу заболеть, я буду лечиться, я буду стараться, я буду работать над собой. Смертность достаточно маленькая относительно общего количества заболевших. Тем самым я не вхожу в группу риска, что еще дает преимущество. Иммунитет более сильный, чем у человека там 75. Вот. Но здесь возникает следующая проблема. Если вы входите в группу риска, если у вас есть патологии сердца, там, легких и так далее, здесь возникает тревога более сильного плана. Но она возникает, потому что страх смерти не проработан. А если вам, простите, 75, и вы постоянно думаете о смерти и боитесь этого, и катастрофизируете все эти события, тогда над этим нужно работать тоже обязательно, потому что, ну, к сожалению, в таком возрасте вероятность этого гораздо выше, чем у молодых. Хотя и молодые тут сегодня шоу, завтра разбился, вот и пожалуйста. Но тем не менее. То есть смертность в таком возрасте гораздо выше от естественных причин. Поэтому это тоже нужно разбирать. Этот страх. Но опять же, это тема для индивидуальной терапии. Но если в рамках вот такого видео нужно человека убедить в том, что в смерти нет никакой, по сути, катастрофы. В смерти нет ничего ужасного. Иначе, иначе не было бы жизни. Понимаете? Потому что если смерть это ужас, по сути, тогда мы все обречены. Ведь смерть это часть нашей жизни. А почему вы думаете, что это плохо? Что это ужасно, смерть условно? Ведь вы даже не знаете, что это такое. Но некоторые скажут, я умру, меня не будет. Это же будет сплошное там мучение. Но стоп, умрет ваше тело. Если умрет ваше тело, значит, вы не будете испытывать эмоции. Потому что эмоции и чувства подходят только для живых существ, для организмов. Собственно, если нет организма, если вы уже мертвы, значит, этих эмоций, ужаса и так далее вы испытывать не будете. Вы будете существовать. В любом случае будете существовать, потому что закон сохранения энергии никто не отменял. То есть будет какая-то другая форма. Какая форма? Это уже на что ваша фантазия, так сказать, гораздо, на то и представляете. Но в любом случае, помните, ничто никуда никогда не пропадает. И это абсолютно нормальный, естественный процесс. То, что вы этого хотите, боитесь, вам это не нравится, не говорит о том, что это плохо и ужасно. Понимаете? Но это говорю так, в двух словах. То есть вот принцип какой, что нам нужно пройти. Нам нужно эмоционально пережить все эти этапы, пройти этап того, что вот ты заболел и что, да, почему, что здесь ужасного, в чем здесь катастрофа. Это может быть абсолютно с каждым человеком, независимо там от возраста. Да, есть группы риска. Конечно же, есть группы риска, которые отягощают это состояние. Но и молодые тоже могут заболевать. Опять же, мы можем в качестве аргументов открыть статистику, да, статистику смертности. Какие люди получают осложнения. И вы тоже получите, так сказать, бонус в свой счет. В том плане, что, возможно, вы не входите в данную группу риска. И уже лучше. То есть, понимаете, вы сейчас ищете доказательства опасности. А я хочу, чтобы вы немножко поменяли свои мысли и искали аргументы безопасности. То есть, на самом деле, не все так страшно, как вы об этом думаете. Поэтому, в тот момент, когда тревога увеличилась, когда вы наслушались вот этого вот везде, вы должны сказать себе «Стоп! Стоп!» И записать то, что я сейчас скажу. Ну, приблизительно. Опять же, у каждого будут свои мысли, какие-то свои слова на этот счет. Я бы очень хотел, даже не касается коронавируса, это касается вообще всех болезней, понимаете. Я бы очень хотел никогда ничем не болеть. Мне это не нравится. Это неприятно. Где-то даже опасно. Но это ни в коем случае не означает, что этого не должно быть. Я могу заболеть, потому что я живу. И слава богу, что я живой. Да, потому что только мертвый заболеть не может. Вот. То есть, я могу заболеть. Если это случится, здесь ужаса, катастрофы, конца света не случится. Это будет неприятно. Это будет трудно. Но я буду с этим бороться. Я, как любой здравомыслящий человек, я буду принимать все меры для того, чтобы, ну, чем быстрее, скажем так, пришло улучшение. Я буду принимать адекватное лечение. Я не буду игнорировать советы врачей. Я буду мыть руки постоянно после улицы, да. Там 10 раз в день, значит 10 раз в день. Я не буду трогать свое лицо, чесать глаза. Кстати, насчет глаз и лица. Как только понимаешь, что этого делать нельзя, если где-то там прикоснулся, оно почему-то и глаз чешется сразу, и нос там хочется. Вот. Поэтому я не буду игнорировать данные рекомендации. Я буду это все делать. На сегодняшний день статистика смертности относительно этого заболевания говорит о благоприятных прогнозах. Нет такой катастрофы, скажем так, нету, да. Более того, это не сильно отличается от гриппа, о котором вы знать не знали и никогда об этом не думали. Правда? Вот катастрофы тоже не было. Вот. Тут то же самое. Можно провести аналогию с гриппом. То есть я буду бороться, я справлюсь с этим, как в принципе люди справляются. Опять же, если вы входите в группу риска, вы должны себе сказать, что да, я могу умереть, у меня есть какие-то патологии и так далее. Если я заболею, это может ухудшиться. Но я опять же, опять же, чтобы не паниковать, я сделаю сейчас все возможное, допустим, для лечения своего основного заболевания. Параллельно не буду это забрасывать, потому что переключитесь на коронавирус, а основное заболевание по боку. Это тоже основная проблема. То есть я переключусь на это заболевание, так как у меня риск выше. Я попытаюсь себя изолировать как-то, ну от общества, скажем так, ну по крайней мере массовые места не посещать. Не трогать, как я говорю, предметы на улице, не трогать свое лицо. Где-то я, может быть, буду носить маску там. Ну некоторые делают, я вот не использую, не знаю. Но вот многие носят. То есть вот это все, что вы можете сделать. А дальше я представляю возможность моему организму бороться, потому что тысячелетиями мы, люди, переживали различные вирусы, болезни. И человечество с этим боролось и успешно справлялось. И поэтому то, что произойдет сейчас, то, что мы справимся в этот раз, это тоже не исключено. И скорее всего, так оно и будет. Мы приспособимся на сегодняшний день, каждый день, день за днем буквально появляются какие-то новые открытия в плане коронавируса. И есть вероятность того, что скоро будет это лечиться буквально как насморк, а то и того проще. Поэтому вот как-то так нужно себе это все аргументировать. И в тот момент, когда наступает тревога или страх относительно коронавируса, вам нужно вот эти все убеждения себе крутить, добавляя какие-то аргументы из жизни. То есть вот выздоровел, вот выздоровел, вот там актер, актриса заболела, вот она выздоровела. То есть положительная тенденция идет, идет. Кто-то умер, ну да, смотрите по общей массе, но не такая смертность и большая. Вот. И если вы будете себе это постоянно аргументировать, 10 раз в день, значит 10 раз в день. 100 раз в день, значит 100 раз в день, пока не дойдет до вас то, что переживать за это бессмысленно. Я не говорю о том, что вы превратитесь в непробиваемого человека. Вы просто потесните старое катастрофическое убеждение более альтернативным, рациональным. И я думаю в дальнейшем, будь то не коронавирус, а что-либо другое, у вас получится справляться с этим более мягко, нежели это происходит сейчас. И вы избавитесь от паники, будете жить нормальной жизнью, невзирая на коронавирус. Я надеюсь, что некоторым людям это поможет. Конечно, безусловно, при личной беседе можно бы было убедить человека гораздо эффективнее, чем это сейчас, как бы общее видео для всех. Но плюс-минус, вот такую работу вам нужно каждому с собой провести. И скорее всего, мне кажется, вам станет полегче. Всем удачи, всем здоровья, держитесь, все мы с этим справимся, и все будет хорошо. До встречи, пока!